всем привет с вами подкаст подлодка меня зовут дженя котелла со мной стас цыганов стас привет 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 друзья и сегодня мы будем говорить про пир ревью что это такое можете спросить потому что вы по-любому слышали про код ревью а сегодня мы поговорим чуть более в широком смысле о практиках различных ревью и расскажет нам об этом фил дельгиада он уже 20 лет носит шляпы тимлида архитектора разработчика руководители разработки больше всего работал в финтехе и около него и я думаю многим известен по выступлениям на различных тимлицких техлицких конференциях фил привет привет расскажи немножко о своем опыте как так вышло что ты так много на самом деле знаешь про различные практики пир ревью как раз таки оно все как всегда начиналось не с этого начиналось с того что я понял что код ревью очень много времени у меня начинает съедать такая нормальная ситуация когда небольшая команда надо много-много бежать разработчики разнообразные и как-то получалось все не очень я начал пытаться думать а как сделать это лучше сначала сам придумал практику фактически дизайн ревью как некоторый подход и начал про нее думать а потом понял что надо смотреть глубже начал просто смотреть какие вообще есть материалы про разным вариантом обеспечения качества кода несколькими людьми посмотрел какие есть посмотрел какие описывают в литературе какие есть вокруг что-то сам отрефлексировал придумал собственного опыта ну и в результате получился некий набор далеко не полный я думаю возможных практик которые сам просто регулярно использую то есть мы сегодня будем прям про такой аля конструктор говорить как сделать свои не знаю ревью своей мечты в своей команде ну в общем да а каких-то разных подходах которые позволяют решать некоторые проблемы которые обычно решаются только код ревью и только им но как потратить меньше ресурсов увеличить при этом результат так что же это мы сегодня будем получается код ревью закапывать да ну кусочками бездумный код ревью автоматическое такое вот супер люблю когда вначале делаем небольшой тизер и поэтому теперь люди никуда уже с этого выпуска не сорвутся и будут обязаны его дослушать до самого конца окей давай тогда начнем с того что попытаемся понять а что вообще такое пир ревью и как оно соотносится с код ревью это типа одно подмножество другого или как там как всегда с неймингом полное разнообразие но обычно под пир ревью это любая попытка посмотреть на код больше чем одними глазами то есть когда ну там на код на что нибудь смотрит просто не кто-то один а вот несколько человек вот и в этом случае код ревью является частным случаем от пир ревью но я очень много встречал там в английской литературе когда пир ревью считается просто полностью синониму код ревью но понятно что это не так тогда не непонятно как назвать после любые другие коллективные методы анализа чтения рецензирования работ друг друга можно назвать просто как способ рецензирования понятно слушай ну как думаешь почему тогда так сложилось что пир ревью наверное знают далеко не все это уже скорее удел каких-то тим лидов и более-менее продвинутых руководителей код ревью знает наверное каждый вообще каждый кто хоть как-то имеет отношение к айтишечке я не знаю на самом деле точно ответа почему вообще код ревью стал и он реально появился как такая массовая практика на заре появления пансорса его как раз очень активно опубликовал там и рейнольд и в соборе и базаре как раз откуда пошел популярность наверное и линус торрес и прочее прочее они начали про это много рассказывать и поскольку многие вещи которые связаны с разработкой линукса в некий момент получили добавочную цену из глазах сообщества разработчиков стали таким немножко консцендентным вообще явлением то решили что ну раз она хорошо работает для создания линукса наверно она будет хорошо работать создание чего угодно и начали активно использовать во многих компаниях даже него под мягко говоря не в пансорсах хотя опять таки вот в соборе базаре рик рейнольда он как раз писал о том что ну вот есть совершенно разные практики что вот код ревью это там где нужно для опенсорса а там где у вас там собор где у вас нормальная капитальная разработка в общем мне ничего не писал и даже не говорю что для нее что-то нужно и вынтересовало только разработка опенсорса и только соответствующие методики но потихонечку проникла это на самом деле простой ответ на сложные вопросы то есть ну вот у нас какая-то проблема там с качеством плода у нас что-то багов много у нас плохой дизайн ну как решать можно думать можно создавать сложные процессы можно пытаться решать проблемы а можно сказать ну давайте у нас друг другу код будет программиста смотреть как раз коллективная ответственность ну и может быть от этого станет лучше поскольку наши индустрии любят да любая другая простые ответы на сложные вопросы то он стал очень популярным ну из какое-то время его стали использовать вообще все по делу и не по делу идут на словах про коллективную ответственность у меня в голове уже сработал какой-то триггер потому что коллективная ответственность обычно означает отсутствие ответственности красный флажочек такой первый появился Я вот сейчас, пока ты говорил, подумал, что для ряда кейсов, наверное, это супер понятное, очевидное решение. Условно, если ты пилишь какое-нибудь ядро линукса или какую-нибудь библиотеку для работы с SSL, то чем больше людей посмотрят на твой код, тем больше шансов, что они найдут какие-то критичные уязвимости, которые можно будет починить. Но вот насколько это действительно применимо для какой-нибудь обычной бизнес-логики? Не оверкил ли это так сходу? Я вообще в среднем, то есть сам код-ревью как практика, она нормальная практика, если есть понятные границы ее применения. А вот, собственно, когда там по своих докладах рассказываю, я делю код-ревью на несколько отдельных частей. Например, есть совершенно понятная вещь под названием эксперт-ревью. Когда ты показываешь конкретный кусок кода эксперту в той предметной области, с которой ты связан. То есть, например, ты там работаешь, не знаю, с безопасностью, ты показываешь нужные кусочки кода эксперту по безопасности. Ты там делаешь какие-то сложные вещи с многопоточностью, ты находишь специалист по многопоточному, ты говоришь, вот я делаю так-то и так-то, оно вообще нормально или нет? И поскольку тут сразу получается, что очень понятный контекст, очень понятно, куда смотреть ему эксперту, ты спрашиваешь конкретно именно того, кто разбирается в этом, то получается высокое качество результата. То есть он смотрит, не распыляется по 10 тысячам файлов и 100 тысячам строчек, он смотрит на те 5 строк, которые реально соответствуют его какой-то компетенции и говорит, да, хорошо, да, плохо. И когда мы пишем ядро линукса, понятно, что там, да, у нас вот, если мы там работаем с низким уровнем какого-нибудь железа, надо поговорить с экспертом по железу. А вот если мой код-ревью по многопоточности будет смотреть другой такой же джуниор, как и я, то мы оба ничего, разумеется, не увидим. Ну, практически ничего. То есть какие-то сложные вещи, связанные там с, не знаю, Java Memory Module, вот, или с чем-нибудь подобным, ну, просто откуда нам знать? Ну, вроде бы, похоже на Stack Overflow, значит, Stack Overflow, значит, работает. Мы сейчас как будто бы пытаемся взять там какие-то еще практики, предложить, обсудить какие-то плюсы и минусы. Я предлагаю немножко как-то вот эту вот именно часть структурировать. Если мы зашли со стороны код-ревью, что вот откуда он появился, почему так исторически условно сложилось, откуда у нас вот есть такое замечательное легоси в ревью в виде код-ревью. Ну, и я, например, абсолютно понимаю вот эту мысль по поводу того, что, ну, это как золотой молоток сейчас используют абсолютно для всего, а на самом деле он не для всего хорош. Но я предлагаю все-таки тогда взять и тезисно пройтись по тому, а какие вообще в принципе минусы есть у код-ревью, и как-то вот попробовать вот эту тему так вот по полочкам структурированно проговорить. Основные минусы код-ревью, что это очень сложная в реализации практика, то есть какие там возникают проблемы? Во-первых, это очень часто про очень поздную реакцию на что-то сделанное, то есть хотя у нас, по идее, весь наш процесс разработки – это попытка как можно быстрее найти проблему, то есть это про то, что вот мы там тестируем на ранних сборках, мы делаем ICD, мы там проверяем постановки и не ждем, когда мы все собрали, тогда почему-то упало. То код-ревью как раз оттягивает момент понимания, хорошо мы пишем код, хорошо мы решим задачу или нет, на довольно поздний момент, когда уже код написан. И вот это вот оттягивание, оно с одной стороны приводит к тому, что приходится много что смотреть, и смотреть по уже сделанное. Из этого текает вторая проблема, что если написал там сколько-то кода, там сидел день, два, четыре часа, неважно, что-то сделал, написал, проверил, протестировал, отдал на ревью, смог кто-то другу посмотреть, а ты вообще решал не ту задачу, или ты решал не так, как надо, или здесь у тебя такая-то проблема. Мне нужно все это переделывать. И мало того, что я потерял уже много каких-то ресурсов, я очень сильно теряю мотивацию, что я делал, 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 а теперь мне нужно переделывать. И поэтому мотивация падает, причем падает довольно на длинный срок, то есть падает не на пять минут сейчас, а вот вообще типа, а что я это вообще буду делать. Собственно, про это одна из практик, на которые я обычно стараюсь заменить код-ревью, она работает как раз, чтобы не делать того, что может быть окажется плохим. Дальше очень сложно удерживать код-ревью в экологичных, в кавычках, рамках, то есть делать его комфортным для всех участников. Ну, вообще, для, по крайней мере, российского IT, некоторая токсичность достаточно привычна, а в код-ревью ее очень сложно не выпустить наружу. То есть даже там собственный код читает через месяц, постоянно думаешь, господи, какой же идиот это писал, ой, оказывается, я. А если это еще не я писал, а кто-то другой, то тем более ты понимаешь, какой же идиот это писал. И очень много вещей, которые не очень принципиальны, на самом деле, для качества, но очень легко приводят к холиварам. Там, от того, какие, там, не знаю, реализации списка использовать, какой нейминг использовать, какие отступы, все это начинает влиять на процесс код-ревью и тоже приводит к ухудшению психологического атмосферы в коллективе. Если уж так. Высокопарно. Достаточно, тоже к уменьшению мотивации. И это все можно решить, то есть можно все эти проблемы как-то решить. То есть можно, там, делать задачи маленькими кусочками, сразу их отдавать на код-ревью. Можно внедрять в компании методы, там, ненасильственного общения, экологичного общения, чтобы никто их никого не задевал. Все это делается, но это достаточно дорогостоящие операции, которые, ну, не всегда удобны, не всегда комфортны. И про них нужно думать. В интернете огромное количество статей, как правильно проводить код-ревью, и некоторые из рекомендуемых подходов не очень простые. Не очень простые, потому что требует человека изменять самого себя. Это очень сложно брать и изменять там свои паттерны поведения, паттерны коммуникации. Особенно в таких напряженных моментах, когда, типа, задача закончена, а из-за того, что кто-то придирается к тому, как я переменные назову, никак не могу ее закоммитить, мыслить, зафинишировать и пойти дальше. И это все приводит к проблемам. Ну, а ревью не является вот таким как раз пространством для токсичности by design, потому что, по сути, один человек берет и в каком-то виде, неважно, ну, важно, наверное, на каком этапе это все-таки происходит, но, тем не менее, он комментирует и дает в любом случае какую-то оценку работе другого человека. Это в любом случае место для конфликта. Разве нет? Это может быть место для конфликта, если у нас задача найти место в компании, в коллективе, где можно выдавать какую-то отрицательную связь. Собственно, если нужно найти место для конфликта, можно его найти в код-ревью. Но можно много других мест найти для конфликта, но лучше, там, не знаю, в кваку поиграть ночью. Я старенький, поэтому я про кваку еще говорю, да? Я просто к чему? К тому, что ревью, оно, я к тому, что ревью по определению является вот таким вот местом, то, что у код-ревью есть такое свойство, и, в принципе, у любого другого ревью тоже. Разве нет? Слушай, ну, я бы не согласился. Ну, приведите пример, ревью, в котором, даже если ты в ревью участвует вообще просто гипертокс 100-500 уровня, все равно все получится мега экологично, добришка, и будут пони с радугой прыгать. Ну, если супертокс, там, с этим сложнее, он всегда придумывает, как быть токсичным, даже без ревью, но ситуация, когда ты принес, там, не знаю, ты писал сложный SQL-запрос, принес тебе, тебе сказал, какая фигня тут написана, вообще так делать нельзя, ты ничего не понимаешь про базу данных, делать надо так-то, так-то и так-то, оно, во-первых, касается очень маленького кусочка твоего кода, и это токсичность человека, который на нее, вообще говоря, в каком-то смысле имеет право. То есть, да, он гораздо лучше, чем ты, ты знаешь, что он лучше, чем ты, разбирается в своей области, и это воспринимается гораздо менее обидно, чем человек вообще, говоря, тебе равный, и хорошо, если равный, а может быть, ты воспринимаешь вообще, что вот этот какой-то там, вчера пришел какой-то middle, а я тут уже 5 лет на проекте, вот, и он мне тут комментирует что-то. И это воспринимается гораздо более жестко, обидно и токсично, тем более, что, поскольку нету явных весов, кто опытнее, кто неопытнее, непонятно, а кого слушать. Из-за этого проблемы, вылезающиеся на код-ревью, конфликт, очень сложно фасилитировать, особенно, если это два сеньора сцепились. И, в общем-то, оба правы. Я еще добавлю просто с того, что ты сказал, что, типа, на мой взгляд, вот фраза о том, что ревью – это как раз пространство для того, чтобы вот эту свою токсичность проявлять, мне кажется, это вообще неправильно. Ну, то есть, если ты приходишь на код-ревью, например, и даешь какую-то оценочную характеристику чужому коду, типа, хороший код, плохой код, ну, это же фигня полная. Тебя не за этим позвали, тебя позвали дать оценку, выполняет ли код поставленную задачу и вписывается ли там существующая архитектура, например, проекта. Да, но это, опять-таки, нужно людей учить, чтобы они относились к задаче, а не к самому коду. И при этом же одна из, по идее, теоретические задач, которые часто ставят под код-ревью – это его читаемость. Чтобы проверить, что код там читаемый, понятный, поэтому вот для этого используется код-ревью. Может, это про обручение на самом деле, а не про качество кода, но это отдельный вопрос как раз по тому, что в код-ревью пытаются запихнуть очень много разных задач, и некоторые из них друг с другом не очень сочетаются. Я тут, когда говорил про пространство для того, чтобы потоксичить, я не имел в виду то, что это, типа, то, для чего все говорят, что нужно использовать код-ревью. Я говорил про то, что в любом случае, когда любое ревью предполагает изучение кода одного человека другим, и это в любом случае создает вот такое место для того, чтобы как раз накидать каких-нибудь оценочных суждений, там, вплоть до перехода наличности и все. Это я не говорю то, что так прям и задумано, так и должно быть. Автомобили тоже сделаны не для того, чтобы людей избивать, но так происходит. По-хорошему, чем меньше тот скул, относительно которого могут быть разные мнения, чем проще прийти к общему мнению, там, к каким-то компромиссу, тем проще проходит код-ревью. Поэтому как раз одна из вещей, которую я стараюсь делать, как раз разбивая практику одного общего, там, код-ревью на каждый пиар, на много разных практик, это уменьшить точки коммуникации вот в каждом коротком месте, чтобы как можно поменьше им надо было договориться, и как можно проще тогда это происходит здесь сделать. То есть, когда тебе нужно там не про всю фичу договариваться, а договориться там, не знаю, только о том, как мы с базой данных работаем, или только, что вот здесь мы используем другой примитив многопоточности, потому что он лучше подойдет. Это не касается всего вообще структуры код-ревью. Наверное, может быть, мне стоит вообще рассказать, какие паттерны вообще, какие практики я обычно использую вместо код-ревью, тогда станет немножко понятнее, а как и на что можно заменять. Мы перейдем к этому. Можно я вначале тоже хочу взять лопату и подзакопать код-ревью, и рассказать о том, какие я тоже, в общем, с какими проблемами команды, в которых я участвовал, сталкивались. Ну, собственно, то, что код-ревью, оно не выполняет по факту прям свою прямую задачу, вообще практически никаких. И я видел ситуации, в которых, по сути, код-ревью, оно, по сути, просто заменяло линтер. Ну, то есть берут и там смотрят то, что правильно все расставлено. Код-стайл обсуждают, не дай бог. Ну, типа такого. И частенько в такое могут команды скатываться, когда, соответственно, например, ты берешь, получаешь, там, не знаю, код-ревью на 5000 строк, и у тебя физически ты не можешь это, вот когда ты смотришь, ты физически не можешь это в голову вгрузить, увидеть эту всю картину целиком из кода. И смысл такого кода теряется, большинство людей абсолютно не могут взять и посмотреть что-то, кроме, ну, в итоге все, что они ревьюят, это какие-то небольшие функции, там, может быть, в лучшем случае классы, но общей картины этого пол-реквеста уже не видят. Такое видел, и, наверное, из таких вот больших штук, которые у меня есть добавить, все. Фил довольно хорошо взял и писал вот эти вот два основных пункта, я вот, наверное, какой-то третий докинул бы. Ну, в итоге просто получается, что количество времени, потраченное на код-ревью, типа, абсолютно не соответствует пользе, которая от него получена, потому что можно было реально просто линтер прогнать, и все, и все эти же проблемы найти за секунды какие-то считанные. Окей, здесь тогда поняли, в смысле, мы вроде разобрались, что почему код-ревью, типа, не всегда хорошо, или вообще, типа, может быть, даже и вовсе нехорошо в ряде случаев. Вот, тогда какие есть альтернативы вообще, какие есть другие подходы к ревью? Про первое мы уже начали говорить о том, что есть идеальный ревью, когда вот пер-ревью нет, но функции, значит, выполняются. Когда мы никого не отвлекаем, а при этом проверяем код на много всякого полезного. То есть это всякие линтеры, это всякие бакфайндеры, ну, в общем, очень много сейчас инструментов статического, динамического анализа кода, включая, кстати, даже те же самые тесты иногда, которые позволяют что-то про код сказать. Про это довольно много было, вот я как раз советую доклад Бугаенко, который как раз про то, как выстраивать максимально защищенные цепочки проверки кода, так, чтобы код там, плохой код, уж совсем точно никуда не добирался, ни до такого продакшна. Там у него много интересных, приведено примеров, что можно проверять, как можно проверять. Советую, это какой-то TeamLitConf, запрошлогодний, по-моему, там был. Ссылку на доклад могу потом присылать. Это первый. Это такой предиальный ревью, который про линтеры. Второй вариант, который я обычно в первую очередь пытаюсь внедрить, это дизайн-ревью. То есть, когда мы для любой фичи, тут очень важное слово, что для любой фичи, вначале всегда пишем разработчик, пишет, как он собирается ее делать. А кому пишет? Разработчик. Ну, тут она очень близко связана с концепцией техкоординат, но пока не важно. Разработчик. Не TeamLit, потому что если это будет писать каждый раз в TeamLit, TeamLit умрет. Разработчик. Если там фичер, например, затрагивает несколько разных компонентов, там, не знаю, фронтенд, бэкэнд, базу данных, ну, тогда один разработчик организует всех остальных. То есть, обычно как раз он считается координатором фичи, его задача собрать мнение, в том числе с фронтендеров, там, с баз данщиков, а как нужно сделать фичу. При этом фича может быть там на 10 человек и дней, и для нее там будет обычно тердизайн в несколько там абзацев. Может быть на два часа и поправить кнопочку, и там весь тердизайн будет заключаться примерно в трех словах. То есть, я поменяю CSS класс. Все, нормальный тердизайн. И вот уже вот этот тердизайн кто-то ревьюет. Кто ревьюет, можно по-разному смотреть. Обычно проще, когда я там как архитектор или там лид какого-то направления это делает, смотрит вообще, насколько решение задачи соответствует ее постановке. Очень часто на этом вылезают все те вещи, которые обычно вылезают в конце код-ревью, и которые никто не хочет править. То есть, про то, что вообще задача была не нужна. Или то, что задачу можно сделать очень просто, а ее делать достаточно сложно. Или что потеряли какие-то важные нефункциональные требования. Задача, например, про безопасность. И с тердизайна это очень быстро видно. Видно сразу попадание и не попадание в оценочные сроки, если мы какие-то оценки делали. То есть, там очень много плюсов сразу влезает. Плюс самое главное, что тердизайн делается очень быстро, потому что у тебя реально, ну, это 2-3 абзаца текста. Ну, редко-редко 1-2 странички, если очень сложные фичи. И ты можешь это просмотреть за 1-2-3-5 минут. Ну, еще 5 минут подумать. И сказать, что все хорошо, либо проблема. Слушай, а как дизайн-ревью внедрить? Потому что каждый раз, когда Team Lead приходит и такой, ребятки, у нас будет сейчас новая практика. Сейчас вы будете в чатик брать и по каждой задачке писать о том, как вы будете вот свои две эти кнопки брать и доверствовать на экран. Вот, и все такие, ну, PCS, наш Team Lead, наверное, или Neoconfus ходил, или книжку какую-то прочитал. Блин, вызывайте скорую. Не в чатике. Ну, обычно я это делаю прямо в той же абстрактной джири, в которой все задачи есть. Вот пришла задача, фича джиру, и там первый пункт, и это всегда техдизайн. Сначала на собственном примере, потом показывая на том же самом код-ревью, что вот если бы ты написал техдизайн, тебе не пришлось бы переписывать эти строчки. Очень быстро, как только люди понимают, что техдизайн приводит к экономии их усилий, они сами начинают радостно в эту сторону бежать и говорить, да-да-да, давай делать это именно так. То есть как только ты первый раз, два-три раза показал, что нет, это не очень хорошо было, что давай мы сделаем немножко по-другому эту фичу, и объясняю, что вот если бы мы сейчас это не сделали на техдизайне, тебе пришлось бы все переписывать. Люди сразу становятся большими сторонниками техдизайна, плюс это сразу решает вопрос, а понимать, почему мы делали именно так какую-то фичу, которая там была сделана, не знаю, год назад. Потому что у тебя есть постановка, у тебя есть техдизайн по ней, у тебя на коммите, там, в ГИТе указано, собственно, по какой задаче в джире ты это делал, потому что обычно все оставляют в качестве комментария ссылка на джо, и ты можешь сразу понять, а зачем вообще мы делали какой-то кусочек кода, не только для какой задачи, но и для какого технического решения мы это делали. То есть оно еще сразу решает проблему такой базы знаний, почему у нас менялся код. Слушай, а вот ты сказал, что это в идеале там пара абзацев, этого хватает для качественного описания, если фича, ну, более-менее среднего размера не получается или слишком поверхностно? Вначале обычно, конечно, техдизайн занимает много места. То есть джуниры пишут обычно более подробно техдизайн, чем сеньеры, понятное дело. То есть потихонечку в команде вырабатывается тот уровень детализации, который достаточен для понимания самой команды, что именно мы хотим делать. Вначале всегда техдизайн будет избыточным, все пытаются описывать как можно больше. Тут, как всегда, я рекомендую делать чек-листы и потихонечку в них описывать, а что-то обязательно должно быть в техдизайне. То есть если вы там меняете публичное API, укажите это в техдизайне. Если вы меняете структуру базы данных, не забудьте указать это в техдизайне. Это требуется сразу указывать. И такой чек-лист для проверки там, для того, кто его формирует, кто пишет, типа, все ли хорошо, а не потерялся ли я, а не забыли о что-нибудь важном, но он на крови потихонечку, как всегда, как любая инструкция, вырабатывается. И это сильно упрощает жизнь. То есть даже какие-то новички могут только что после анбординга приходят и говорят, ага, вот, будем писать техдизайн, вот тут указано, что и как нужно сделать. И сразу есть куча людей, которые могут посмотреть, меняем он техдизайн или нет. И дальше уже они будут писать какой-то код. И еще сразу тогда вопрос. Есть ли какие-то понятные границы применимости техдизайна в зависимости от направления разработки? Сейчас я объясню. То есть условно, когда мы говорим про какой-нибудь бэкэнд, про любой веб-сервис, чем бы мы ни занимались, с бэкэндом обычно понятно. Там нужно расписать, как мы ходим в базу, как там, если это микросервисы, как они между собой общаются, как мы там гарантируем какие-то тайминги, что этот сервис общает достаточно быстро. Ну, короче, вот эти все вещи. Сейчас интересно, кого Женя обидит. Да, я сейчас обижу, как всегда, фронтендеров или мобильщиков. Вот. Ну, короче, там, понятно, есть вопросы, которые нужно нарисовать, обсудить и прям в дизайне окнуть других людей. А когда мы говорим про условную мобилку, например, там такого может не быть. Там может быть фича, в которой техдизайн заключается в том, что человек просто расскажет, как там данные от HTTP клиента дальше пробрасываются в интерфейс, и там, ну, как такового развесистого взаимодействия кучи разных компонентов, его нет. Есть очень такие внутренние детали реализации именно самой архитектуры приложения. Вот, типа, это и там, и там одинаково хорошо работает? Дайте я отвечу, дайте я отвечу. Пизде, где есть архитектура, нужен дизайн-ревью, и, соответственно, техдизайн для этой фичи можно сделать. Точка. Все. Ну, я не знаю, архитектура на фронте, на мобилке есть, поэтому это, мне кажется, и здесь тоже применимо. Более того, по моему опыту, как выглядит архитектура на бэке, все более-менее уже представляют. Архитектура на фронте гораздо более зачастую сложная тема, где гораздо проще нечаянно выстрелить себе в ногу или сделать что-нибудь совсем не то. На фронте, на мобилке, неважно. И поэтому там техдизайн кажется еще более важным, хотя, да, по моему опыту, он сложнее внедряется для фронтовиков, для фронтовых, для людей, работающих с фронтом, с фронтендом. То есть бэкендеров не требуется долго там пинать, уговаривать, давайте все-таки будем писать техдизайн. С фронтендом это происходит гораздо чаще, что нужно объяснять, зачем это нужно, почему нужно сначала подумать, а потом сделать. Ну, вообще техдизайн – это простая концепция. Давайте сначала подумаем, а потом сделаем. Там бывает много интересных вещей. Бывает понимание, что я не могу написать техдизайн, пока не написал половину фичи. Это, вообще говоря, нормально. То есть ты понимаешь, что ты не понимаешь. Ты начинаешь заниматься исследованием, понимаешь, что вообще фича, она больше про исследование, нежели про реализацию. И ты в процессе пишешь техдизайн, к нему можно всегда посмотреть текущее состояние, как-то к нему отнестись. Ну, а потом выясняется, что там, не знаю, две недели писали техдизайн, потом за три дня сделали код. Бывает. И это тоже совершенно нормальная ситуация. У вас было на самом деле задача не на разработку, а на исследование. Блин, это делает эту практику еще более тяжелой в интеграции, потому что ты не просто один раз в самом начале взял и написал некий техдизайн, а тебе нужно еще ее континьюс поддерживать и синхронизировать там со своими мыслями, идеями, что ты по ходу разработки фичи еще придумал и накопал. Да. Ну, это очень важно. И более того, иногда просить сделать еще один раз ревью этого дизайна, потому что ты начал делать одно, вы все согласовали, решили, да, оно работает, а потом выяснилось, ну, это часто бывает на новых технологиях, что то, что вы думали, будет гладко, оказалось мягко говоря, не гладко, вообще там, не знаю, бага в компиляторе, и вам нужно ее обходить. Из-за этого весь дизайн посыпался. Ну, тут правильный подход поговорить, переписать, обсудить еще раз, но когда есть техдизайн, понятно, ты понимаешь, что изменилось. То есть вроде бы вот у меня написано вот раз, два, три, четыре, я сделаю раз, два, три, четыре, по техдизайну реализую, и не работает. И ты понимаешь, что у тебя не работает. Ты можешь обратиться, поговорить, подумать, а тебе есть к чему отнестись, понять, что у тебя изменилось из предварительных, из первых соображений. Слушай, хотел еще по поводу формата, оформления этого техдизайна обсудить, не знаю, субъективно. Вот, во-первых, скажу так, что я никогда не работал в командах, в которой это было из-из, вот эта практика применена, но вот если бы меня попросили такой, Стас, а давай, короче, бахни свою команду техдизайн. Первое, что мне пришло бы в голову, это то, что нужно фигачить UML-ки. Нужно рисовать на квадратиках, и архитектура лучше всего, самая понятная, самая простая, на квадратиках со стрелочками, и это то, как я бы реализовывал. Что про это думаешь? Что думаешь про вообще, в принципе, форматы, в которых лучше брать и оформлять техдизайн? Расскажи про это. Ну, я вообще большой любитель текста, потому что обычно Терзен выглядит не по квадратике. Обычно Терзен — это в сервис такой-то, мы добавим такой-то метод, в сервис такой-то, такой-то метод. Здесь мы в такую-то структуру в базе данных нужно поменять значение таких-то колонок, поэтому мы напишем еще миграцию стандартным образом. И весь терзен на фичу длиной на 3-4-5 человека дней. Все. Еще больше писать не надо. А E-mail вылезает в тех случаях, когда что-то, что нужно описать, совсем неудобно описывать словами. То есть, например, у себя очень сложная последовательность вызовов, то секвенс-диаграмма полезна. Ну, например, описать алгоритм обмена токенами какой-нибудь сложным ауфе, или там несколькими identity провайдерами, ну, действительно, это сложно сделать словами. Там проще нарисовать картинку, просто как некоторое вспомогательное. Но по опыту сценариев, когда реально нужно рисовать картинки, мало. И обычно это становится даже не столько тех дизайном, сколько, ну, некоторая постановка для фичи. Просто фича оказывается настолько сложной, что без рисования UML-картинок с ней не справиться. И там, значит, нужно сначала разбираться, что мы хотим сделать, а какие у нас будут вообще взаимодействия сервисов. И они оказываются очень нетривиальными. И в каком-то смысле, это по-другому, это когда нужно много таких картинок рисовать, это некоторый бэтсмайл, некое попахивание, что, наверное, ваша архитектура не позволяет многим из ваших задач делать просто. Она требует рисовать картинок. И, может быть, это повод подумать про архитектуру. Потому что, по-хорошему, если тех дизайн сложный, значит, вы часто бывает сложным. Значит, ваша архитектура не соответствует вашим требованиям. Ну, слушай, я тебе вот простейше могу привести пример, который надо делать довольно часто, а при этом его на словах довольно сложно. У тебя, допустим, надо добавить какую-то функциональность в конкретный класс, и ты понимаешь, что вот все, пора уже брать и декомпозировать на две части. И брать, и на словах описывать, как у тебя был один класс, а ты его разбил на два, куда, какую ответственность ты положишь, легче, мне кажется, это описывать именно с точки зрения там квадратиках, интерфейсов и всего остального, а не на словах. Тут, на мой взгляд, вопрос про уровень разработчика, доверие к разработчику и так далее. Мне вот даже от всех моих команд, которые я помню за последние многие годы, фразы, я тут понял, что такая-то сущность надо разбить на две, и у нас вместо юзера должен быть, не знаю, кастомер и администратор, является абсолютно достаточной с точки зрения тех дизайна. Если я понимаю, что, да, если читатель понимает, была одна сущность, реально используется в двух разных кейсах, но надо делить, ну, хорошо поделить. Там очень редко возникает вопрос, а какие поля в какую должны попадать. Если такие вопросы возникают, значит, доменная модель не тривиальна, не общедоступна, нет общего языка. То есть мы, если говорить, там, делать ссылочку на домен древний дизайн, значит, у нас на самом иначе этого ubiquitous language нету, и мы его меняем. Но смена этого языка, это, ну, действительно работа, которая обычно предполагает рисование каких-то картинок, или, там, изменение глоссария. Потому что мы реально говорим, что у нас две разные сущности появились вместо одной. Если же просто в рамках рефакторинга какой-то один класс разбит на два, то вообще это дело как бы не системного дизайна, ну, пришлось. Если это не про сущности, ну, там, взяли дереализацию. Обычно это все-таки слишком мелкие правки, если это не про, действительно, там, когда нужно абстрактную табличку в базе данных разделить на две. У меня еще есть один вопрос по поводу техдизайна. Вот, зацепился за твою фразу про то, что сеньоры, помидоры пишут, но емко, джуниоры пишут, видимо, такие длинные полотна и так далее. Мне интересно, на что как раз сеньоры обращают внимание, чтобы с одной стороны это было емко, а с другой стороны там была какая-то вообще информация и на что они там обращают внимание. Потому что вот еще вторая вещь, на которую я обратил внимание, это то, что на бэкэнде плюс-минус все с архитектурой понятно, как ты сказал, и, соответственно, значит то, что там, условно, одни и те же паттерны повторяются, и во многих случаях уже, не знаю, многие старшие разработчики моментально представляют, как сервис оформить, какие там будут ручки, как это вообще будет все работать. То есть там по факту вот прям по-настоящему что-то продумывать им не надо, им надо только как-то это емко взять и описать. И вот мне интересно, на что вот как раз сеньоры в своем техдизайне обращают внимание, что они там пишут, что передают. В основном сеньор просто лучше, чем там middle или junior понимает, а где могут быть проблемы. И поэтому дизайн обычно говорит про те места, которые могут вызывать проблемы. Там, не знаю, потеря целостности, если мы говорим про бэкэнд, падение производительности за перестройки какого-нибудь большого количества элементов, если это какой-нибудь фронтенд. То есть там, когда у нас задача там построить, ну, мы отображаем какой-то грид на фронтенде и стандартные задачи, ну, типа взяли стандартный грид, показали. А если нам нужно показать там, не знаю, сто тысяч элементов и быстро их фильтровать, то там уже появится пример тердизайна и сеньор фронтендер сразу скажет, типа, а тут на самом деле нужно взять будет другой компонент, сделать там лази-лоудинг, сделать еще кучу-кучу-кучу разных вещей. Вот выбор примерно из пяти компонентов когда посмотрел, решил, что взять надо такой. Это будет нормальный качественный тердизайн, потому что он сразу понимает, где может быть проблема и на ней фокусируется в тердизайне. Остальное, ну, на каком экране, какое поле поправить, ну, то есть тоже опишут, но это и так, в общем, тривиально, из-за чего обычно вообще есть прямо в постановке, даже не нужно это дублировать. Потому что тердизайн это просто существенное, но понимание, что существенное, что нет, оно приходит с опытом, конечно, и с черт-листами. Я правильно понимаю это, что ты бы вопрос бы следующий задал для того, чтобы, соответственно, как-то, не знаю, сфокусировать того же самого сеньора перед написанием техдизайна. Какие существенные вещи, о каких существенных моментах написанной фичи нам надо знать? Да. Или ты какой-то, может быть, другой вопрос задал? Там много вопросов. То есть там, во-первых, вопросы, меняются ли какие-то публичные интерфейсы, это стандартный набор вопросов. То есть публичный интерфейс во всех смыслах. Посылаемые, получаемые сообщения, там методы API, семантика, там даже главное, когда меняется семантика. Метод остается то же самое, а семантика его менялась. Самое страшное, это надо явно указывать. Плюс, да, те возможные проблемы, которые могут возникнуть при реализации, как именно мы их решаем. Круто. По сути, вы пишете чек-лист, но я при этом часто использую практику техдизайна вместе с практикой техкоординаторов, но это когда у нас на каждой фичи есть один разработчик, который за эту фичу, за разработку этой фичи отвечает. Не то, что он ее разрабатывает целиком, у меня далеко не всегда там вся команда полностью из очень крутых фуллстекеров, но он отвечает за путь внутри разработки этой фичи, то есть он, собственно, сам пишет тир-дизайн, если он не знает, как написать что-то по другую область, он идет к специалисту, говорит, вот типа, вот я написал про бэк, ты мне про фронт напиши, как ты это будешь во фронте делать. Там согласуют, соответственно, там взаимодействие фронта бэка сразу рядочком, там идет к DBA, там идет к COPS, они все это обсуждают, пишут какой-то к UAY, все это целиком описывают, ну и смотрят вообще, кто что делает, ведется в свою задачу. И в этом случае, как очень удобно, что он отвечает за всю фичу целиком, но видит ее целиком и видит, какие проблемы вылезают. А я правильно понял, то, что это еще сочетается с тем, что с точки зрения там жира, у вас есть общая большая задача, условно такая кросс-функциональная, то есть на все слои, на все стеки, и, соответственно, дальше потом уже разработчики, каждый под свою платформу создает еще одну задачку, но текст, текст дизайна, он какой-то общий вот в этой большой задачи лежит? Ну, я обычно по классике читаю, что фич это то, что дает какое-то заметное улучшение пользовательского опыта. Ну, либо в редком случае пользовательский опыт имеется в виду опыт разработчика, когда это какой-то рефакторинг. То есть фич, она должна иметь бизнес-вэлью, поэтому она описывается как бизнес-вэлью, она реализуется как бизнес-вэлью, тестируется как что-то с бизнес-вэлью, а внутри могут быть кучи саптасок каких-то маленьких, которые как раз про технически важные вещи. Они могут делиться там по направлениям, это может быть просто какой-то план реализации, когда-то я поменял один сервис, другой, третий там написал миграцию и разработчик может все это тоже разделить на много разных независимых саптасок. Это подано на откуп техкоординаторам. То есть есть какие-то советы, когда мы понимаем, что что-то неудобно, разумеется, там можно пообсуждать, поменять подход, но есть инструкция для техкоординатора, которая в себя в том числе включает много про то, как писать техдизайн. Но в техдизайн-то он тоже, получается, лежит вместе с фитчей основной. Слушай, а вот тут сразу вопрос тогда, какой жизненный цикл? Вот там запланировали какую-то большую фитчу, к ней сделали техдизайн, потом вот это написано в документации, если так можно сказать, к тому, как будет реализовываться фитча, она должна оставаться в истории, там вместе с Таской в том состоянии, как ее задумали, или ее можно превратить во что-то более актуальное и поддерживаемое? Ну, обычно просто редактируется. То есть обычно техдизайн — это либо первый комментарий, либо description, ну, если говорить про джору, и его можно редактировать, его потихонечку редактировать, если по мере... Ну, и где-то там есть комментарии там по прохождению, там, по вопросу к техдизайну тоже обычно прямо в комментариях пишем, чтобы можно было смотреть историю изменений. Иногда это очень интересно, а почему мы решили так и не так, какие были вопросы по стфактам? Ну, обычно это там вот просто некоторое выделенное поле, либо прямо в description и пишем. Все, description, фитчи, дальше там техдизайны и описание. Мне тут интересно вот что. Ну, то есть, допустим, если мы делаем какую-то большую фичу, которая затрагивает там какую-нибудь core-функциональность. Не знаю, условно, функциональность связана с оплатой каких-нибудь заказов. Вот мы это сделали, у нас эта логика как-то поменялась. Нужно ли после реализации, когда фича уже сделалась, выкатилась, уже на продакшене, уже работает, приносит там какой-то value, нужно ли с техдизайном дальше с этим что-то сделать? Его нужно оставить вот в этом тикете, чтобы он висел как документация о том, как эта фича делалась когда-то вот тогда дальше, или ее можно перенести куда-то в общее хранилище знаний о том теперь, как эта часть сервиса работает? Это вообще про отдельную тему. То есть, ее, безусловно, надо оставить там, где был собственный тикет, потому что это про то, как конкретный тикет, конкретный инкремент делался. И если мы потом переделаем эту схему, то будет новый тикет с новым техдизайном. Если нам хочется иметь какие-то архитектурные документы, там ADR-ки, там, не знаю, общее описание, architecture overview, много, то есть, это вообще отдельная большая тема про то, как документировать архитектуру продукта. Про это можно говорить бесконечно, и далеко не факт, что в идеале именно со мной. То есть, у меня там здесь свое видение, но их много разных видений. Какие-то вещи оттуда легко перенести. Поскольку они уже вот прописаны, то там какие-нибудь, если понравились, юмэлики, мы возьмем, перенесем. В среднем, очень небольшое количество фич, ну, тердизайнов куда-то потом переносится. Обычно они прямо с фичи так и остаются, потому что, если это какой-нибудь большой эпик с глобальным рефакторингом, там вначале появляется какой-нибудь architecture review, как мы делаем несколько фич, а потом уже из них вылезают тердизайны, там, скорее, обычно противоположные пучи. Окей, тогда еще вопрос с темной стороны, скажем так. Ну, то есть, понятно, когда у нас хорошая команда, проверенная, которую мы там сами как-то строили, собирали, тут не стоит вопрос, ну, скорее всего, не стоит вопрос контроля. То есть, если человек на техдизайне чего-то нарисовал, то, наверное, он пойдет и сделает то, что нарисовал. Но, наверное, если команда не очень опытная, может быть, там какие-то джуны или, не знаю, не дай бог, вообще команда, которая досталась, с которой не очень хорошо выстроены отношения, вообще нужен ли потом контроль исполнения, то есть контроль того, что человек действительно в коде реализовал то, что нарисовал на техдизайне, а не решил в процессе чего-то упростить и такой, а, пофиг, сделаю как-нибудь. Тут как раз две важных точки. Первое. Я разделяю внутри себя процессы обучения анбординга и процесс разработки. То есть, если я не доверяю разработчику, что он сделает в коде то, что написал в тердизайне, значит, не закончен анбординг. И для анбординга код-ревью является действительно очень интересным и важным, полезным инструментом. А когда разработчик, неважно, джунир, миддл, сеньер, кстати, чаще сеньеры на самом деле, звездные, где пишут тердизайн не одно, делают на самом деле другое, чем джунир. А джунир гораздо аккуратнее, в большей части. Ну, по моему опыту. Как только ты понимаешь, что все понимают, зачем мы пишем тердизайн, почему важно, чтобы тердизайн был похож на код, то постоянный контроль уже становится избыточным. Но одна из практик, которую я люблю, это такой сигл-ревью. Как чайочный менеджмент есть, это то же самое, только чайочный ревью. Когда время от времени, просто, когда есть какой-то свободный ресурс, посмотреть, а как кто-то писал код. То есть не постоянно, а вот там выделить какое-то небольшое количество допустимого ресурса, ну вот не знаю, перед новогодними праздниками, там типа фичи как-то писать уже не хочется, а вот посмотреть, как кто-то чего-то делал, вполне нормально. И это одна как раз из методов ревью, там сигл-ревью, которые кто-то что-то смотрит. Если что-нибудь выясняется, обычно выясняется, что кодовая база просто устарела, и мы такие вещи делаем уже по-другому. Ну, нормально. Планируем рефакторинг или решаем, что и так нормально. Но иногда выясняются какие-то неприятности, ну тогда с ними разбираемся, как с выявленными дефектами, которые в таком тестировании кода обнаружились. Сколько ресурсов на это тратить, ну сколько есть возможностей, там уже надо выделять, ты думаешь там сигл-ревью сделать или лишние 10 тестов написать. Ну надо прикидывать лиду, что важнее. А второе, тоже немножко про анбординг, есть же ревью-он-деманд, то есть совершенно нормальная ситуация, которая поощряется, то есть я стараюсь поощрять в командах, когда один разработчик просит другого посмотреть на свой код. Типа, я написал, вроде бы все нормально, вроде бы эксперта привлекать не нужно, но что-то я не уверен, что она читаемая. Или я не уверен, что вот я правильно сделал нейминг. И это тоже совершенно нормальная практика-ревью, которую надо, ну, поощряю я обычно тем, что вам даю пример. Типа, вот я написал, вот я такой, вот я написал код, и мне кажется, что какую-то фигню я написал. Посмотри, пожалуйста. Вот если таким обращаться регулярно к команде, я не понимаю, что это нормально вообще быть неуверенным в своем коде. Совершенно естественно. Оно не говорит про то, что ты не умеешь программировать, про твой авторитет. Он говорит про то, что ты вот в чем-то неуверен. Если ты можешь четко сказать, в чем ты неуверен, то ты экономишь время другого. То есть это асинхронный запрос. Тоже есть некий набор правил, как любой из таких видов ревью делать. Что если он не демонт, он должен быть асинхронный. Он должен быть четким, понятным фокусом. Он не по типу, я тут написал 100 файлов, я в них неуверен. Посмотри, пожалуйста, все ли хорошо. Он более конкретный. Тоже один из таких полезных вариантов ревью. Я про чайку не понял. А про чайка-ревью это как? Знаешь, что такое чайка-менеджмент? То же самое, только про код. Прилетел, посмотрел, погадил, погадил, улетел. Вот то же самое. Ты в некий момент открываешь просто кодовую базу, вот когда есть ресурс, время какое-то. У лида нашлось полчаса свободного между совещанием, потому что совещание отменили. Или там сенеру, не знаю, совсем не хочется сегодня кодировать, ему сегодня не успел позавтракать и хочется ругаться. Брешь, открываешь какой-то кусочек кода. Желательно своего, но можно и не своего. И понимаешь, что там хорошо, а что не очень. Но если поругаться, лучше свой открыть. Если просто есть время у лида, лучше открыть код чужой. Я правильно понял то, что чайка-ревью это именно когда тех лид, тим лид, кто-то за этих ребят смотрит? Или это просто кто угодно в команде может делать? Кто угодно. То есть это про выделение ресурсов на спонтанное чтение кода. Я не знаю, читал ли ты Microsoft? Нет. Из прекрасной книги Копленда как раз про разработку, про разработчиков Microsoft. Собственно, в золотую время эпоху Microsoft. Там как раз начинается с того, что сам Билл посмотрел на код одного из главных героев и что-то там по него наблеймил. Ну и собственно там вокруг этого заворачивается некая часть сюжета. Это тоже такой был нормальный именно чайочный код-ревью. Кто-то посмотрел, но точно так же может и Джунир посмотреть на код Сенера и спросить, вот ты такую конструкцию используешь, а нафига? Мне вот непонятно, что она делает. Нет. Это тоже совершенно нормальный подход. Мне непонятно. И либо он прав, и она делает что-то не то, либо он просто узнает какой-то новый интересный трюк. Это примерно про та же самая практика, что там как рекомендация считать коды опенсорсных продуктов, чтобы там принимать какие-то правильные или не очень правильные подходы. То есть это тоже очень похоже. И может использоваться для разных задач. Для отбординга, для изучения, для совершенствования, для контроля ошибок. Но главное, что это не обязательная практика. Она делается, когда есть на это ресурсы и желание. А как ее внедрять? Потому что, я не знаю, я, наверное, прям совсем как-то сейчас сутрирую и там скажу то, что у нас мир состоит из ничек и ноликов, но я в основном видел примерно два сценария. Это когда у человека магическим образом находит у себя время смотреть пул-реквесты вообще всех участников команды. Вот. И второе, второй вариант, это когда человека нужно прям специально потыкать, пожалуйста, посмотри мое ревью. Ну, когда там, например, настроено, что есть там ревью напарника, например, и кого-то еще там из внешней команды. И вот напарника приходится палочкой специально тыкать. Ну, чувак, пожалуйста, посмотри. А он такой говорит, ой, слушай, вот прям фича очень тяжело идет. Сейчас не получается. Завтра, послезавтра и вот это все. Получается, по сути, две крайности. Одни, короче, готовы смотреть чуть ли не все подряд. У них магическим образом есть на это время. А вторые, в общем, не успевают. И в итоге здесь вот, наверное, первых можно как раз вот в это вот чайка-ревью вовлекать, а вторых, они, получается, в этом не будут участвовать, потому что они даже минималку не выполняют по ревью. Ну, смысл чайчного ревью, что оно именно такое спонтанное, что это не про обязаловку. Ну, не хочешь участвовать, не участвуй. То есть нет желания смотреть чужой код. Ну, не смотри. На зале все равно ты смотришь чужой код, когда фичу делаешь, да? То есть все равно там, когда делаешь фичу, ты так или иначе смотришь что-то, что написали до тебя в этом же месте. Поэтому это именно про смотреть код, который никак не сможет стать текущей работой. Ну, нету времени, нет желания, не смотри. Если у тебя, у кого-то есть время смотреть все пиары в команде, ну, тоже вопрос, типа, точно ли он достаточно загружен, может быть, ему какой-то... Слушай, ну, чайчный ревью, это же получается, по сути, про такую хитрость, что ли, тактическую, что ты, за счет того, что ты в любой момент можешь прилететь, как чайка, и никто не знает, когда именно ты это сделаешь, то, наверное, любой человек, который будет писать код, будет думать, что ты можешь прилететь. Да. И поэтому будет писать так, что в любой момент кто-то может прилететь. Да, это примерно как вот то, что мы релизим с разговора, но не знаю, в какой день. В транспорте. Да, да. Да. То есть это, например, вот такой спонтанный контроль, который, ну, действительно не дает уж совсем расслабиться. Он может быть не нужен в команде, где все мотивированные профессионалы, такие говорят, бывают. Во-первых, они сами это регулярно делают, потому что им просто интересно, вот, а как ты сделал эту фичу, дай посмотреть, вот, или там сделал такую-то штуку. Но как именно практика контроля, он не нужен. То есть это именно тоже, как в любой практике, есть поводы, когда можно использовать, когда не нужно использовать. Вообще весь код-ревью, на самом деле весь процесс кое-куси, это про недоверие программистам. Ну вот мы не можем полностью доверять себе и другим программистам тоже. Поэтому придумываем методы контроля. И нужно смотреть, а какие методы контроля мы можем применять так, чтобы результат достигался, а ресурсов на это уходило минимальное количество. Ресурсов в широком смысле этого слова. И все пир-ревью практики, это тоже про это. Это практики, которыми мы получаем требуемое качество продукта, ну, за минимальное количество ресурсов. Если у вас сильное недоверие к разработчикам и требование высокого качества продукта, то у вас появляется там много эксперт-ревью, и много сигл-ревью, и вообще много всяких разных практик, или там вообще код-ревью на каждый пиар пятью разными людьми, если вы считаете, что это обеспечит мне правильным качеством, и иначе это никак не сделать. Но иногда так не нужно. Кажется, со всех сторон звучит, что эта штука хорошая, классная, решает кучу проблем, отлично работает, а минусы-то вообще есть какие-то? Минусы всегда есть. Ей надо учить. Ей надо учить людей писать компактно, потому что иначе вначале на написание терр-дизайна уходит много времени. Для сильных исследовательских задач ревью, терр-дизайн постоянно меняется, и это людей демотивирует, если не говорить о том, что, ребята, это откровенная исследовательская задача, и нормально, что по ней ревью делается долго. На терр-дизайне можно получить те же самые проблемы, что на код-ревью, то есть куча придирок, а почему мы делаем таким образом, не таким, а почему ты тут делаешь синхронный вызов, а не асинхронный, но эти вещи проще решаются какими-нибудь ADR-ками, принимаемыми там на старте, и вообще, в общем, архитектурными паттернами. Хотя тоже, конечно, можно будет. Но главное, что все-таки это все обсуждается до того, как начать что-то делать, а не после того, как человек уже много всего написал. Поэтому гораздо проще что-то править, что-то изменять. Но многие проблемы, разумеется, остаются. Нельзя это вообще идеализировать, как любую практику. И некоторые люди бывают, разумеется, которые категорически не хотят этого делать. Типа, я не умею, я не хочу, мне кажется непонятно зачем, и нужно пытаться понять, что делать с такими людьми, когда человек просто саботирует практику, то есть либо расставаться, либо придумывать работу, где ему не нужно делать это самое ревью, либо еще что-нибудь, либо убеждать. Ну, как всегда, есть личные проблемы, личностные, и их надо решать. Любая практика их провоцирует. Я вот как раз хочу спросить, чуть раньше сказали про какое-то минимальное количество затраченных ресурсов, как раз хочу вот про это поговорить, про возможные такие конструкции, конфигурации разных видов пер-ревью. Какие, собственно, конфигурации могут быть? Понятно, что вот мы сейчас код-ревью закапывали-закапывали, предлагаю его вынести, но вот какие комбинации возможны без код-ревью, чтобы условно было, не знаю, там, все в порядке, или было все в порядке там в определенных условиях, чего минимально достаточно? Ты же понимаешь, что ответа нету, потому что вот я очень люблю матрицу Колберна, про то, что разных проекты бывают в зависимости от их размера и критичности, требуют совершенно разных подходов. Я там целый доклад про это когда-то делал, про то, насколько это хватает штука и почему мы так мало ее используем. Если у тебя там задача управления офисной кофеваркой, вернее, расписание заявок на нее, то тебе вообще никакой ревью там не нужно. Оно там не плюется кофе в проходящих, и хорошо, и ничего больше не нужно. Если у тебя задача там управления стержнями на атомной станции, то у тебя будут те виды ревью, и код-ревью, и ручное моделирование кода в голове, и прогонение на виртуальных машинах. Ну, в общем, там будет бесконечное количество разных способов обеспечить качество кода. Но большинство значащих продуктов где-то посредине, понятное дело. Ближе к офеварке, чем к атомным станциям обычно. Но вот для финтеровских продуктов я для обычной считаю, что достаточно тердизайна всегда, ну, дизайн-ревью и тердизайна. Эксперт-ревью для некого выделенного количества точек, то есть для работы с персистенсом, для работы с безопасностью, и если вдруг нечаянно вылезает работать с многопоточностью, для нее тоже. То есть там требуется эксперт-ревью, где, кстати, там какого-то эксперта, например, там выступает техлит или вообще приглашенный специалист. Для персистенсу очень удобно брать каких-то внешних консалтеров для этого использовать. Ибо для некоторых отдельных конкретных фич явным образом в постановке указывается, а тут нужно будет вот для всего связанного, там, не знаю, с логикой путежа, код-ревью там более чем одного человека, потому что это очень важно, очень существенно, очень рискованно, и тут нужно, чтобы посмотрел несколько глаз. Просто чтобы пройтись по постановке несколько глаз, по дизайну несколько глаз и по реализации несколько глаз, потому что ошибки могут дорого стоить. Но при этом делать то же самое для... добавили... поменяли цвет кнопочки, понятное дело, совершенно незачем. И тут всплыл вопрос, который, я не знаю, у меня все на подкорке крутился-крутился, и я такой думаю, ну что вот не так вот со всей этой схемой? Все классно и замечательно звучит. Мы взяли, сделали дизайн-ревью, тех-дизайн, написали, все классно и замечательно, но ты наверняка и сам с таким сталкивался. Разработчик в итоге берет, реализовывает, и внутри получаются какие-то косяки. Ну, условно, он там сделал нечитаемый код. Но он за то время, пока бился свечой, он настолько к ней прикипел, что ему этот код уже как, в общем, дом родной, у него все прекрасно, он все хорошо читает, но он сам же там через пару месяцев уже без полбутылки разобраться вот в этом коде не сможет. И кажется, вот в этом есть проблема, что мы в конце, все-таки у нас нет никакого контроля качества в виде код-ревью и не приведет ли это на дистанции к тому, что весь наш код превратится вот в такую кашу из-за, например, одного или двух разработчиков, которые в итоге пишут, ну, типа так себе, слишком много в себе позволяет вольности. У нас реально было две ситуации. Ситуация первая. Человек написал плохой код для какого-то сервиса, который вызывается раз в год и не меняется вообще. И в этом случае то, что это плохой код, никого не волнует. Потому что плохой код написали, он там сидит, работает, свои функции выполняет, тесты проходят. И когда, если там через два года нужно будет что-нибудь поправить, ну, просто выкинем и перепишем, если не сможем разобраться. Потому что это не страшно. Если же у нас код из более активной части проекта, то этот код после того, как написал разработчик 1, тут же увидит разработчик 2, потому что он пишет следующую фичу, которая тоже с ним работает. И он сразу скажет, знаешь, что-то вот тут какой-то код плохой. И сразу станет понятно, что какие-то разработчики очень быстро пишут не очень качественные, не очень понятный код. Это процесс перейти от практики разработки к практике обучения. Окей, мы выяснили, что Вася у нас не очень хорошо пишет, пишет не очень понятный код. Давайте подумаем, как Васю научить писать код понятнее. Не знаю, попытаемся сделать парное программирование. Пусть, например, он вместе с кем-то пишет и тот ему объяснит, почему он использует такие-то подходы, почему ему кажется, что это будет более читаемым. Пусть он будет, попросим его каждый раз, когда он не уверен в читаемости своего кода, сделать там review on demand. Это все про индивидуальные ситуации, которые вполне решаются. Да, понятно, что если мы вообще не следим никак за происходящим, игнорируем все высказывания разработчиков друг от други, никак с ними не коммуницируем, и они просто пишут какой-то код, то никакая практика ревью не приведет к ничему хорошему. То же самое на код ревью не будет перманентно ругаться, он будет говорить, а, ну я написал нечитаемый, мне все понятно, идите лесом. Другие будут говорить, а, у тебя все плохо. Ну, мы точно так же будем в клинче. Окей. Тут задумался о том, что вот как раз вот эта мысль про то, что условно есть код, который прям как священная корова, например, который связан с какой-то оплатой и с какими-то мега вот такими чувствительными вещами, мы на него прям внимательно смотрим, делаем код ревью, а есть, в общем, дофига какого-то кода, условно, который находится на периферии нашей системы, и, в общем, если там написано плохо, ничего страшного не произойдет. Это вот прям, наверное, мысль, которая, мне кажется, многих разработчиков бы очень сильно корежила. То есть, как так, вот здесь вот можно взять и наговнокодить, и типа, и это нормально. Ну, не наговнокодить все-таки, а использовать разные критерии качества продукта для разных его частей. Очень потеплицкий звучало. Да. Ровно по тому же. Ну, нет смысла делать рисование 999-го странички оплаты с тем же уровнем качества, с которым ты пишешь, да, действительно управляешь стержнями в реакторе. Ну, незачем. Слишком дорого, слишком невыгодно для бизнеса, слишком низкий бизнес-велью у таких усилий. Окей. Не, я на самом деле принимаю, я абсолютно принимаю эту позицию. Это вообще очень сложная тема, совершенно отдельная про достаточное качество продукта. Она очень нетривиальная, очень мало кто умеет про это всерьез думать. Я не видел никаких материалов, говорящих, которые позволили бы строить модели достаточного качества. То есть, а сколько и каких дефектов нам действительно принципиально, а сколько не принципиально. И что хуже, там, не знаю, допустите печатку на главной странице, или там раз на 10 тысяч оплат терять чужие деньги. Что из этого хуже? Хотя первая будет считаться тривиобагом, а вторая будет считаться блокером, но может быть на самом деле ровно наоборот с точки зрения польского опыта и доходов компании. И это очень нетривиальные штуки, про которые нужно, по идее, должен думать там коэлит вместе с продукт-менеджером и писать какие-то странные тестинг-полиси, которые понимают, что вот от чего зависят деньги или от чего зависят кто-то там, причем нематериальные деньги в том числе, там, уважение, там, сива бренда и прочее, прочее, прочее. Но очень мало в своей жизни, я видел, чтобы такое делали. И я сам такое делать пытаюсь, но не могу сказать, что я это делаю там хорошо, круто и готов про это рассказывать на конференциях пока еще, то есть тоже там очень много всяких интересных штук вылезает. Ну, ждем, может в будущем появится доклад о том, как мочить. Ну, если, наверное, беру достаточно опыта, да. Мочить severity багов, превращать в деньги, потери там GMB какого-нибудь. Вот, да. Окей, с практиками разобрались, у меня тогда вот какой вопрос еще остался. Ну, вот сейчас нас послушает кто-нибудь, подумает, что, ну, понятно, код-ревью, очевидно, имеет кучу проблем. Техдизайн эти проблемы довольно хорошо решает, давайте-ка затащим техдизайн, вот придет человек в команду, скажет, все, ребят, сегодня мы код-ревью делаем только в очень критичных местах, в остальных случаях давайте писать техдизайн. Команда согласится, а потом приходит джуниор, и ему код-ревью никто не делает, потому что, ну, все же отказались уже, зачем код-ревью, надо техдизайн сначала. А как решить-то проблему тогда с онбордингом? С банальным. Для начала это же, типа, очень хорошая история. Анбординг вообще отдельный процесс. Я вообще считаю, что лучше анбординг это сажать, это делать парное программирование, если есть на это возможность ресурсы, то есть если кому-то, то есть посадить его к бадди, и пусть он там первую неделю просто вот прямо сидит вторым человеком на том же компьютере, что и бадди, смотрит его экран, и тот ему все рассказывает и говорит, почему. Код-ревью в анбординге это вообще нормальная практика. Я про то, что не надо путать knowledge sharing, анбординг, development, там, R&D. Это немножко разные процессы. Разные процессы требуют разных практик. Самая популярная обычная практика это разработки. Поэтому мы сегодня в основном говорим про пир-ревью для разработки. Пир-ревью для анбординга совершенно про другое. Knowledge sharing, ну, вот если там техдизайн очень хорошо решает задачи knowledge sharing, ну, большая их часть. Вот, поэтому тоже покрываем. А вот для исследований уже нужно совершенно другие практики. Как проверить, не знаю, качество чужих исследований, там, не знаю, какую из баз данных выбрать. Это уже вот понятно, это и не дизайн-ревью и не код-ревью, а что-то вообще другое. Другие другие, там, какую библиотеку, там, не знаю, преобразование видео выбрали. Много всякого интересного возникает. Потому что это исследования, выборы и про другое. Вот. И поэтому, если убрать все-таки за кадрами, оставить там анбординг, четко положить, у нас для анбординга делается так-то, так-то и так-то. Все равно в нормальной команде должна быть какая-то чек-лист к анбордингу. То есть, там, не только что человеку поставили компьютер, дали доступы, вот, но рассказали про архитектуру, проверили, что он умеет писать техдизайн и научили его писать техдизайн. Проверили, что его код совпадает с требованиями команды и объяснили ему, почему команде принято те или иные требования к коду, показали необходимые, там, ADR-ки, код-стайлы и прочее, прочее. Помогли настроить линтер правильным образом. Ну, вот все эти мелочи, они должны быть, по идее, в инструкции по анбордингу. И когда сотрудник все пройдет, тогда можно уже перестать делать код-ревью, там, пока он сам не попросит. Вот. Обычно в меня и мои жены сами будут бегать и говорить, посмотри мой код, все ли я хорошо написал, а право на review on demand, на мой взгляд, надо сохранять. То есть, еще на нормальное такое требование человека, посмотри на мой код. Если он считает, что надо, значит, надо. Если он постоянно с ним бегает, ну, тогда надо разбираться, а почему он постоянно с ним бегает. Это попытка снять с себя ответственность или неуверенность, или какая-то, ну, то есть, нужна какая-то помощь и какие-то отдельные управляющие воздействия, прости господи. Понятно. А вот ты сейчас упомянул knowledge sharing, а вот как тогда в таком случае поступать, ну, когда есть практики регулярного кода-ревью, наверное, когда там разные части команды пилят всякие разные штуки, в каком-то виде код-ревью, и это, кстати, хороший вопрос, помогает быть хотя бы более-менее в контексте, кто там чего делает, и чего вообще в продукте, в коде меняется в это время. Первый вопрос, правда ли вообще это работает, работает ли это так? И второе, чем тогда код-ревью можно заменить, чтобы knowledge sharing продолжал каким-то образом осуществляться, если мы, допустим, отказываемся от кода-ревью? Оно работает наплохо, потому что у меня в команде там 10 человек, код написал один, посмотрел другой, остальные 8 все равно про этот код ничего не узнали. Дело так, чтобы все 10 смотрели код друг друга, тогда ничего, кроме код-ревью, вообще не будет происходить. Там будет один писать, а остальные смотреть, но это моддинг, это тоже популярная тема, но другая. Обычно у меня работает как? Все готовые тердизайны, на них на дейликах или в чатиках просто говорится, я доделал тердизайн по такой-то фиче, посмотрите все, кому интересно. И многие смотрят, кому хоть как-то интересно, хоть как-то близко, смотрят, что вообще поменялось. Обязательно посмотрите, потому что я тут собираюсь много всякого интересного переделать. Все взорвать. Посмотрите тердизайн, я там все взорву. Люди смотрят тердизайн, поскольку это занимает 5 минут и достаточно концентрированных, а не ползать, не переключаться на другой бранч, смотрите вообще, кто что поменял, какие дифы, а зачем он эти дифы делал. Тут все гораздо проще, компактнее. И это дает как раз про понимание, что меняется в проекте. Плюс есть второй вариант по knowledge sharing, про всякие интересные вещи. Я нашел прикольную библиотеку. Или вот я так научился решать такую-то постоянную нашу проблему, не знаю, с доступом к базе данных, я научился делать это более красиво. Я предпочитаю делать внутренние сообщения. То есть когда это такое, ну либо раз в неделю, две недели собираться, кто-то рассказывает про что-то сложное, что он изучил. Типа я вот, не знаю, упоролся в перекодировании видео, потому что там нам пользователи грузят в одном расширении, а нам надо в другом. Вот давайте я вам расскажу, как все это устроено и как мы это делаем. Либо писать просто банальные на Вики странички, там, how to, tips on tricks. Типа вот если вам нужно быстренько, там, не знаю, по-другому в Джексоне определить, там, какая-то сложная миграция в Джексоне, то вот ее можно делать с помощью таких-то штук. Я их нашел. Вот пример, вот смотрите, как это делаете. Ну и рассказать о том, что что-то такое добавлено. То есть у меня обычно такой инструмент knowledge sharing, и на мой взгляд, эта работа это лучше, чем код-ревью, потому что оно концентрирование. Я тут еще такую штуку расскажу, которую мы у себя практикуем. У нас есть раз в неделю есть гильдии, туда, по сути, приходят из разных команд участники с одной и той же платформы, ну, по сути, которые могут как раз в ревью поучаствовать. Выбирается самый интересный pull request за прошедшую неделю и отдают кому-то. Кто-то специально готовится и заранее подготавливает такое ревью вот этого кода. И дальше, соответственно, вот по ходу этого часа, ну, то есть по-разному бывает, бывает, там, даже часа не хватает на какие-то ревью, бывает, наоборот, быстрее справляемся, и там человек рассказывает о том, что он смог там прочитать, увидеть, что он вообще про все это думает, и в том числе за счет этого и шарится... Это особенно вот часто мы используем для каких-то критичных мест в нашей системе, и за счет этого, в том числе и по всей гильдии размазывается знание о том, что произошло вот в важном участке кода. То есть такая комбинация. Вот в следующий доклад добавлю еще, когда в следующий раз читаю доклад про ревью, добавлю туда еще и практику паблик-ревью. Ну, то есть я такой не практикую, но это тоже еще одна практика ревью, которая решает набор важных задач. Вот совершенно замечательно. Возвращаясь, кстати, к теме про внедрение, я бы внедрял бы вообще некоторым тоже процессом, то есть нельзя прийти там, сказать, все, завтра мы пишем тердизайн и выкидываем код ревью. Так не работает. Ну, работает, но плохо. Для ревью я бы собрался с командой, сказал, давайте смотреть, вот какие у нас сейчас там код ревью наши решает задачи. Аккуратненько их все выписать и обсудить. Типа вот эту задачу, вот мы хотим, чтобы код ревью там решала. Проблема понимания, кто что поменял в коде, проблема избегания таких-то багов, таких-то багов, таких-то багов. Получится список там, ну, из 20 пунктов. Смотрите, вот давайте мы внедрём тердизайн, он решит пункты 1, 4, 17 и 8. Внедрили, посмотрели, что решает, вычёркиваем. Окей, давайте внедрием эксперт-ревью, оно решит вот такие-таки-таки-таки-то пункты. Ну и дальше доводим в состояние, что из начальных пунктов у нас не осталось никаких, то есть мы все пункты там закрыли. Или типа вот у нас остался там пранбординг, пранбординг это отдельно, да, мы вот ревью для анбординга оставляем. То есть пойти сначала от понимания, какие проблемы мы решаем, посмотреть, какой список практик для этого можно использовать, либо можно какие-то новые практики использовать, если там какая-нибудь экзотика. и когда все проблемы закрыты, выкинуть практику, которая дальше уже никакие проблемы не закрывает. Тут вот смотри, какой вопрос может быть сразу, контр-вопрос, контр-аргумент от сторонников код-ревью, что вот у тебя есть, кажется, практика, которая, ну, как будто бы решает вот эти проблемы, ты списочком их выпишешь, там, 20 штук, ты вместо одной понятной практики предлагаешь там 3 новых, которые решат, а что не так с код-ревью? То есть тут же надо сначала доказать команде, что код-ревью-то на самом деле не решает эти проблемы. Ну, про это мы вначале как раз раз как говорили, ну, примеры, да, примеры можно приводить. Ну, да. У меня вот про вот эту историю, какой вопрос? Это здорово то, что мы здесь проведем такую вот встречу с командой, нарисуем ситуацию, в которой мы сейчас находимся, какие проблемы решают, а на самом деле не решают с код-ревью, рисуем нашу вот финальную точку, в которую мы хотим прийти, описываем там какие-то практики, которые мы планируем внедрить. Но вот это вот действие, оно, ну, то есть, по щелчку пальцев, если сказать, теперь мы живем вот так вот, скорее всего, будет все плохо, потому что практик много, и плюс там есть куча эшкейсов каких-то, а вот для онбординга у нас вот Вася выходит на следующей неделе, мы все-таки, у него будет код-ревью, потому что там для бади, вот, то есть парное программирование сможем внедрить, вот, и там, короче, будет очень много каких-то исключений, и с точки зрения прям команды, эти изменения, может быть, типа, настолько много, такое количество изменений, оно может, не знаю, там, или пугать, или плохо внедряться самостоятельно. Вот я не знаю, может быть, тут дашь какой-то совет, как взять и вот эту всю историю провернуть, чтобы это было для команды тоже не слишком тяжко. Ты абсолютно прав, то есть, она надо есть по кусочкам, то есть, нельзя целиком сразу, то есть, берем, понимаем, какая практика нам кажется, ну, смотришь на список этих задач и код-ревью, понимаешь, какие хуже всего решаются, или этот кокер больше всего болит. Ну, то есть, можно отдельно еще выписать боли, тоже полезно. Понимаешь, что из этого можно потихонечку начать внедрять. Ну, вот техдизайна очень удобно внедрять по кускам. Типа, давайте все фичи, которые там больше, чем на, там, человека неделю, сначала описывать, а как мы хотим их делать, и там, попросить кого-нибудь посмотреть. Потому что вот у нас уже три раза мы переделывали с нуля, и вот тут мы постоянно выбиваемся из прогнозируемых сроков, давайте попытаемся внедрить такую практику. Смотрим, как она входит, что она делает, работает, не работает. Когда люди с ней свыклись, что-нибудь следующее делаем. То есть, нормальная ситуация, когда процессы меняются непрерывно. Типа, вот, ну, раз, там, раз в полгода переделываем целиком процесс. А когда есть постоянно какой-то набор улучшений, желательно максимально незаметный. То есть, когда люди уже сами не осознали, что они, на самом деле, полностью пришли на техдизайн, а код-ревью, на самом деле, уже никто не делает, потому что зачем. Может, вообще надо начать с линтера? Может, типа, у нас никто линтер не использует, и даже не с линтера, а, не знаю, с автоматическим форматированием ВДЕ, просто всем расшарить стандартный шаблончик, чтобы стандартный набор правил. И это уже там на код-ревью снимет половину задач, и люди будут смотреть сущность. Или там просто просить, давайте мы будем писать там короткие описания технического дизайна в начале задачи, и в код-ревью будем кусочками задавать друг другу, указывая, какой именно пункт мы реализуем. Это тоже сразу ускоряет и упрощает процесс код-ревью, и люди потихонечку приучаются там сначала писать план фичи реализации, а потом уже реализовывать, обсуждать, как именно реализовали. То есть мелкими-мелкими шажочками. Ты-то говоришь, что это будет, в общем, как-то незаметно, даже какие-то шаги, ну, блин, ну, какая-то отмена такой вот, когда темлит-заброневичка скажет, все, код-ревью можно больше не делать, вот кроме этих исключительных случаев. Это в любом случае будет заметное событие. Почему? Значит, к этому времени оно уже всем понятно, что оно не нужно. Ну, можно дойти до уровня сложной манипуляции, то есть чтобы идея, давайте, наконец, отменим, код-ревью пришла от кого-нибудь, там, не от лида, а от кого-нибудь из разработчиков. Типа зачем мы и так, в общем, оно ничего не находит, а зачем? Ну, это уже такие про разные методы относительно белой манипуляции окружающими. То есть можно, один из вариантов, попросить саму команду оценить, а нужно ли им дальше код-ревью или не нужно, и какие цели они все еще с точки зрения команды преследуются, то, что они делают код-ревью. А хотите ли вы это? Ребята, вот давайте, типа, давайте, ребята, вот сколько мы в последнее время нашли проблем на код-ревью за последний месяц? Вот у кого было что-то существенное? Ни у кого рук не поднялось? А может, мы вообще его тогось? Так это по шкале от 1 до 10 оцените, насколько вы порекомендовали бы практику код-ревью своим друзьям, близким. Ну, это про отдельную штуку. У меня кусочки доклада есть по изменению, вот по модификации процессов. И, похоже, надо все-таки мне там, наверное, в следующем году попытаться сделать отдельный доклад вот именно только про то, как вообще внедрять разные методики, как незаметно управлять, да, не привлекая внимания санитаров. Да, окей, ну, тут действительно все понятно. Я теперь просто сижу и думаю, как нам правильно этот выпуск назвать? Peer-ревью или закопали код-ревью? Но это уже отдельный разговор. Ну, вот, по-моему, доклад на последней подводке назывался «Одна глава хорошо, а две все-таки лучше». Окей. И, наверное, на этой позитивной ноте я предлагаю подводить черту под этим выпуском. И давайте быстренько вспомним, о чем мы сегодня поговорили. На самом деле мы сегодня говорили о том, какие проблемы есть вообще у подхода код-ревью. Стандартная, традиционная, которая, скорее всего, вы делаете. Мы делаем, я точно делаю. И вообще все этим занимаются, но не все в этом признаются. Чем оно хорошо, чем оно плохо и какие есть альтернативы на самом деле. И вообще, что такое peer-ревью, какие есть разновидности-ревью. Больше всего внимания так уж вышло мы уделили дизайн-ревью, то есть формированию тех дизайна и уже ревью этого тех дизайна как раз-таки силами команды. И поговорили, какие проблемы решает как раз-таки дизайн-ревью, какие проблемы оно не решает, как его правильно внедрять и вообще, какой должен быть такой универсальный набор темлида или разработчика из вот таких вот разных практик-ревью внутри команды, чтобы закрыть все-все-все боли, которые как раз-таки можно закрыть именно тем, что ты даешь кому-то посмотреть на свой собственный код или на свое какое-то техническое решение. И все это сверху полирнули тем, как плавно, чтобы никто не заметил, хитренько так это внедрить в команду, чтобы никому не было больно, а наоборот всем стало хорошо, но люди это осознали уже постфактум, когда им уже стало хорошо. Фил, спасибо большое, что пришел. Было очень круто, интересно. Я для себя точно чего-то новенького услышал и получил заряд мотивации пойти и чего-то сделать. Спасибо. Если это слушают ребята из моей команды, короче, код-ревью, все отмена, вырубаем, затаскиваем тех-дизайн и вот это все с понедельником. А виноватым буду потом я. Потому что так сказали в подлодке, ребят. Какая еще нужна мотивация? Да. И тем временем, Стас. Да-да. Можно задать тебе вопрос? Давай. А что тебе нравится больше, чем писать токсичные комментарии на код-ревью, когда ты смотришь пул-реквесты Егора? В нашем пилинге. Собственный код. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, рассказываете о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». И всем спасибо, всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!